МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Наши авторы дадут свои версии главных тем. Уходящие семидневки выскажут собственный взгляд на то, как повлияют события этой недели на наше дальнейшее житье-бытье. Коротко о содержании сегодняшнего проекта. Взяли да выбрали. Рязанская Гордума определила победителя в конкурсе на пост мэра столицы области. До свидания, а то и прощайте. Из Рязани выдворено два десятка приезжих, нарушивших миграционные законодательства. Золотые столбы рязанские предприниматели при поддержке антимонопольщиков поставили на место чиновников. Начнем с начальственных новостей. В этот четверг Рязанская Городская Дума провела внеочередное заседание, на котором тайным голосованием выбрала для Рязани, а стало быть, для всех нас главу администрации. До этой поры у нас в городе не было главы исполнительной власти. Обязанности городначальника исполнял Виталий Артемов. С тех пор, как закончились его полномочия, Дума второго созыва утвердил его в звании ИО. Кроме него было четыре претендента на главное начальственное кресло Рязани. В среду комиссия определила двух основных соперников – Виталия Артемова и доцента радиоуниверситета Виктора Пушкина. А в четверг парламент, рассмотрев программу развития Рязани, представленной кандидатами, решил, что Артемов более убедителен, чем Пушкин. В итоге Дума проголосовала за назначение мэром Рязани старого знакомца всех горожан Виталия Артемова. Теперь хорошо бы, чтобы городские власти поумерили аппетиты руководителей муниципальных предприятий. А то ведь муповское начальство чуть не устроило народные волнения, стремясь увеличить прибыль. Мало кому известно, но ведь могли в нашем городе взлететь цены на всемирную паутину, да и не только на нее. С одной стороны отстаивали интересы клиентов провайдеры, с другой накручивали им аренду за столбы, на которых крепится оптоволокно. Муниципальные предприятия, распределительные электросети и управление троллейбуса. Чем закончилось столбовое противостояние предприятий и провайдеров, выяснял на этой неделе Оксана Тебенихина. Все хозяйствующие субъекты стремятся стать монополистами. Это не секрет, а мечта поэта, то есть магната. И так было всегда. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области на них было рассмотрено три дела о нарушении антимонопольного законодательства со стороны муниципального предприятия «Рязанские городские распределительные электросети». Те действия, которые, как мы полагаем, нам удалось пресечь, могли бы серьезным образом повлиять на каждого жителя нашего города. Операторы интернета используют столбы линий электропередач для размещения своих оптоволоконных линий, линий связи. И в апреле текущего года муниципальные предприятия, электросети, надо же сказать необоснованно, приняло решение о повышении платы за размещение этих самых оптоволоконных сетей. И цену оно предлагало повысить в среднем порядка 400%, на 400%. Необоснованное повышение аренды аж в четыре раза обязательно стало бы поводом для повышения цен на интернет. После обращения сразу трех крупных провайдеров в антимонопольную службу хозяин Вышек тут же добровольно согласился рассмотреть свою ценовую политику. Со временем сошлись на прежних цифрах. Мы полагаем, что это сделано под нашим давлением, естественно, когда государство вмешалось в эту ситуацию. Поэтому мы, несмотря на то, что прекратили производство по этим делам, мы полагаем, что это успех антимонопольных органов региональных, связанный с проведением государственной политики в области конкуренции. Но нет у монополистов конкуренции. Вот и заламывают цены под потолок. Хорошо, хоть у права пока находится. Только вот антимонопольная служба не берет цен. Законодатель установил жесткие рамки для работы управления. Однако то и дело антимонопольщикам приходится разбираться с проблемами, завышенных цен и фактами сговоров. А все потому, что монополистам делягам, как говорится, деньги глаза застят. Определенным парадоксом недели стала публикация одним из рязанских информозданий данных об итогах работы рязанской нефтеперерабатывающей компании за три квартала этого года. Ну, дали парадные цифры и дали. Кто же им, как говорится, запретит? Однако материал возымел скорее обратный эффект. Читая о прибылях самого главного загрязнителя рязанской атмосферы, народ слегка свирепил. Страшная, непрекращающаяся вонь, ставшая характерным признаком жизни в районах Южного промоузла, по-прежнему достает рязанцев до самой глубины души, а точнее легких. Гордые строки о достижениях вреднейшего с точки зрения воздействия на атмосферу города предприятия появились сегодня. А, например, во вторник, жители Песочни, все телефоны в нашей редакции, что называется, оборвали. Всю ночь, даже утро, сернистый дух со стороны завода был особенно силен. Вышибал слезу, не давал дышать и голову туманил. В общем, все как в романсе, только с огромным знаком минус. Скажите, пожалуйста, вот от нефтезавода запах идет? Иногда бывает. Не надоело вам еще? Да, по утру надоело очень. Спасибо вам. И все болеем из-за этого. Каждую субботу и воскресенье бывает. Особенно вот там, где четвертый квартал. Ну, невозможно дышать. Проникает через окна, через балкон. Это что-то невозможно. Надо какие-то меры принимать. Неприятно. Осадок на шторах. Это все ужасно. Семья волнуется. Надо как-то это прекращать. Завод идет невозможно. Особенно дети. Как, чем дышать, не знаю. Мы уже говорили, это обращается. А, да, разная земля. И, кстати, все. Никаких на рейс не может вообще. Не мы и могут возопить специалисты нефтезавода. Это другие источники дашки травят. Однако, не раз в прессе проходили данные вполне официальные, что выбросы идут как раз с нефтезавода. Это самый главный загрязнитель воздуха в Рязани. Причем, кажется, нефтяным магнатам никто не указ. Например, как известно, в этом сентябре в Москве состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и Роснефтью, в чью систему как раз и входит Рязанский нефтезавод. Губернатор Олег Ковалев и президент Роснефти Игорь Сечин поставили подписи под документом, который, в частности, гласит «Стороны обязуются сосредоточить усилия на реализации высокоэффективных проектов, включая инвестиционные и экологические, предлагающие использование современных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов». Тогда Олег Ковалев особо подчеркнул, очень важно, что будет проведена серьезная реконструкция биологических очистных сооружений на нефтезаводе. Ранее Рязанский губернатор не раз касался нефтезаводской, так сказать, дурно пахнущей темы. Например, в этом июне на заседании правительства Рязанской области он сообщил, что в последнее время увеличилось количество обращений по поводу выбросов в атмосферу с нефтезавода. «Мне, сказал тогда губернатор, как и всем горожанам, мне нравится такая позиция. В этой ситуации я полностью на стороне жителей города. Каким бы крупным ни было предприятие, сколько бы оно ни платило налогов, вопросы экологической безопасности должны стоять на первом месте и защиту окружающей среды обеспечиваться в первую очередь». Были обращения региональной власти к руководителям федеральных и региональных служб экологического надзора с просьбой обратить особое внимание на соблюдение нефтезаводом, экологических норм и жестко реагировать на каждое нарушение. Однако ни народные жалобы, ни праведный губернаторский гнев, ни даже подписание соглашений с участием Сечина, бога и царя Роснефти не повлияло на деятелей Рязанского нефтезавода. И на фоне отвратительного запаха в жилых кварталах опубликованный зачем-то парадный отчет предприятий выглядит как-то особенно надменно, если не сказать более. К другим темам. На днях стало известно, что Рязанский дом общественных мероприятий, оказывается, есть у нас и такой, открывает бесплатные уроки русского языка для мигрантов. Об этом сообщило информиздание «Азия плюс». Официальный представитель посольства Таджикистана в нашей стране Мухаммад Игамзот сообщил журналистам, что вести уроки будет член ЦК профсоюза трудящихся мигрантов России, старейшина таджикской диаспоры Рязанской области, журналист-публицист Алексей Афганов. В частности, он будет рассказывать мигрантам, как вести себя в России и что больше всего в этой связи раздражает местное население. Раздражает население, надо сказать, прежде всего наличие нелегалов или нарушителей российского законодательства. На днях за пределы региона рязанские судебные приставы выдворили еще пару десятков таких факторов раздражения. Кстати, во вторник стало известно, что в Рязани будет создана специальная комиссия, которая займется координированием работы с мигрантами. В ее состав должны войти руководители миграционной службы, представители Министерства региональной безопасности, Минтруда и других ведомств, курирующих сферы деятельности, где используется труд приезжих. Об этом во вторник сообщил на заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев. Прежде всего, нам нужно разобраться с лимитами, квотами на привлечение трудовых мигрантов на территорию Рязанской области в наши предприятия, организации и учреждения. Предприятия должны обеспечивать приезжающим заработную плату по белому, проживание, медицинскую страховку. При приеме на работу в обязательном порядке должен заключаться трудовой договор. Человек должен проходить медицинское свидетельствование, и не формально, а по-настоящему. За привлечение незаконных мигрантов работодатель должен нести реальную ответственность. В последнее воскресенье ноября в России отмечается национальный праздник – День Матери. Подробнее об этом во второй части программы, а сейчас репортаж Оксаны Тебенихиной о Евгении Вилковой, снятой при поддержке областного полицейского управления. Но по-другому к Евгении было и не подойти, ведь она инспектор патрульно-постовой службы. Эта очаровательная милая женщина в силовом ведомстве, тем более работающая, что называется, на земле, разумеется, заинтересовала наших авторов. Тем более, что Женя, уж позвольте назвать ее так, мама двух ребят – 11-летнего Артема и 5-летней красавицы Вари. Эта хрупкая девушка служит в полиции вот уже 13 лет. Из них последние 8 в полку ППС. Работа не из легких, скучать не приходится. В полицию Евгения попала не случайно. Еще будучи маленькой девочкой, она прекрасно знала, что когда вырастет, обязательно пойдет по стопам своего папы. В 20 лет я попала в органы, потом перевелась в ППС и работаю сейчас здесь. Женщин у нас тут вообще немного. Иногда бывает, скорее, морально тяжело, потому что доставленные разные, бывают моменты и агрессии, как бы не очень приятный внешний облик. Вот, поэтому, наверное, моральная страна больше. Ну, есть и свои какие-то плюсы. Рядом много мужчин-сотрудников, на которых можно всегда положиться, опереться, которые всегда, как бы, прикроют, поддержат. Вот, поэтому нормально. По окончанию рабочего дня старший лейтенант Вилкова добровольно снимает с себя офицерские погоны и отправляется в детский садик за своей маленькой пятилетней дочкой Варей. В это время дома их ждет старший сын Артем. Он уже взрослый и самостоятельный парень. Ему 11. Мне очень приятно, когда доставляют таких несовершеннолетних детей, да, которые в состоянии алкогольного опьянения, вызываем ПДН. Просто совсем еще маленькие дети уже встают на такую неправильную дорогу, ведут такой образ жизни. Вот уже, конечно, сердце разрывается, когда все это видишь. Ну, вы сама мама, у вас сколько детей? Двое. Двое детей. Мальчик и девочка? Да. Кто старший? Сын. Дерутся? Ой, дерутся вообще, вообще дерутся жутко. Вот, не знаю, любят друг друга. Когда наказываю, они вместе, и они, у них братская-сестринская любовь сразу начинается, а так, да, побоище устраиваются периодически дома. Дочка в садике сейчас. Дочка в садике. Сын в школе уже вот пришел, вот, ждет дома меня с работы. Несмотря на то, что служба в полиции, можно сказать, их семейное дело, ребята туда пока не торопятся. Тема занимается самбо, иногда гоняет мяч с соседскими ребятами. Варвара предпочитает фигурное катание и танцы. Истинные леди. Вы волнуетесь за нее? Да, у нее опасная работа. Каждый день уходят и переживаете, да? Да, стараюсь. А папа как реагирует на ее работу? Ну, нормально. Нормально. А кем хотите стать? В армию пойти служить. По маминам следам не хочешь пойти? Не знаю, мне не очень. Как милицию не хочется. Не знаю почему. А если я хотела так, что-то желание пропало. Ты куда, Варь, хочешь? Я пока еще вроде не решила. Пока еще маленькая, да? И пока танцую. Правильно. Дома из строгой тети полицейской Женя, как и положено, перевоплощается в добрую, заботливую, любящую маму и жену. Вечернее чаепитие – добрая традиция в их семье. И можно сказать, именно ради спокойствия и безопасности своих малышей Евгений встанет рано утром из теплой постели, облачится в темно-серую форму и отправится на службу. Она знает, что во многом благодаря ей и ее коллегам рязанцы могут спать спокойно. Вот такая она, женская доля. К слову, региональное управление МВД к Дню матери проводит акцию «Моя мама – полицейский». На страницах рязанских изданий публикуются рассказы о мамах в погонах, их фотографии. Акция имеет и сугубо практическое направление. Например, в преддверии Дня матери сотрудницы рязанской полиции приняли участие в уроках безопасности, организованных в школах и детских садах региона. А инспекторы ГИБДД прямо в роддомах проводят ликбезы для молодых мамаш, как правильно и безопасно переходить дорогу с коляской и возить малыша в автомобиле. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели» далее в нашем эфире. Скоро погоняем. Под Рязанью достраивают биатлонный комплекс. На этой неделе губернатор инспектировал спортивный объект. Фальшивки и пожары – дайджест событий недели, в которых разбирались рязанские силовики. Продолжаем программу. Под Рязанью, а точнее в районе села Ворске, завершается строительство биатлонного комплекса. Так что мы не хуже европейцев, скоро и сами будем на лыжах с рождецом гонять. Во всяком случае, о том, что трассы комплекса будут доступны для рязанцев, заявил сам губернатор. В этот четверг он, правда, пока без лыж и винтовки, осмотрел ход строительства комплекса. Недалеко от поселка Ворске полным ходом идет строительство первого в Рязани биатлонного комплекса. Уже сейчас проложена двухкилометровая трасса, построен корпус для спортсменов, установлены трибуны для зрителей. Проект ведется на основе частного государственного партнерства, а со временем планируется передача всех объектов этого комплекса в областную собственность. В этот четверг посетил объект и губернатор Олег Ковалев. Он отметил, что в полном объеме биатлонный комплекс начнет работу в 2014 году. Я думаю, что к следующей осени на полную мощность мы сдадим этот биатлонный комплекс вместе с нашими спонсорами, вместе с нашими партнерами и сдадим его уже в полном объеме. То есть начнет работать и детская и юношеская спортивная школа, и комплекс начнет оказывать услуги всем желающим покататься на лыжах и пострелять. Глава региона также сообщил, что уже этой зимой здесь могут проводиться лыжные гонки. Также он пообещал, что помимо профессиональных спортсменов, биатлонный центр смогут свободно посещать все желающие горожане. Это, по мнению губернатора, будет способствовать популяризации активного отдыха и здорового образа жизни. Далее в программе очередной репортаж из цикла о семьях хороших. Это совместный проект нашей телекомпании и областного министерства социальной защиты населения. Он выходит при поддержке регионального правительства. В это воскресенье, как уже было сказано, Россия отмечает День Матери, национальный праздник в честь самых дорогих и любимых женщин в мире. Отмечать его у нас начали в конце минувшего века. Тогда был выпущен соответствующий президентский указ. Праздник матерей – это мировая практика. С 1914 года его отмечают в Соединенных Штатах. Затем, к примеру, у Америки последовали еще 23 страны мира. А три десятка государств, в том числе и наша страна, отмечают праздник матери в другие дни года. Очередной репортаж у Рязанской многодетной семьи представляет Ирина Ковалева. Что такое семья? Сколько человек должно ее составлять? И зачем она нужна? Ответы на такие, казалось бы, простые вопросы устами детей заставляют нас, взрослых, задуматься о смысле жизни. То, что где много детей или мало детей. Эту семью очень любят папа и мама, родители. Они очень стараются уберечь детей от своих опасностей всей. И водят их в храм, чтобы они почаще стали добрыми. Семья – это такое, в которой есть много детей и много-много семьи. Есть одна мама, есть один папа, есть две бабушки, есть пять детей, есть даже шесть детей, а может, есть еще семь. Дети Читы Вилковых не представляют, что в семье может быть меньше четырех братьев и сестричек. Ведь у каждого из них, помимо мамы и папы, есть еще как минимум три человека, с которыми сегодня они могут поиграть, а в дальнейшем у которых они смогут найти поддержку. Когда у меня есть три брата, я очень с ними люблю играть, веселиться. Хорошо, что у меня есть браты такие умные. Отец Арсений и его супруга Ольга не думали и не планировали быть родителями четырех детей. В своей жизни они вообще предпочитают ничего не планировать. Познакомились они в Рязанском православном духовном училище. А дальше получилось все так, как получилось. Я не искала себе мужа, я приехала туда учиться. И у меня были планы, что я вернусь в свою родную деревню, там буду петь, как бы наклеилась, помогать возрождать глубинку. Ну, потом вот так, наверное, все как-то случилось, то, что батюшка стал уделять мне внимание, вот, мы стали больше как-то общаться, вот. Он мне стал больше помогать в плане пения, учить меня, что-что объяснять. И у нас потекла такая медленная дружба, вот, в течение двух лет. Вот, а по окончании как-то мы решили, что, наверное, друг с другом нам не обойтись. С тех пор они живут душа в душу и растят своих четверых детей. Пока четверых. Я хочу, чтобы у меня была сестричка. И так достаточно братов. И все-таки преимущество того, что у тебя есть братья, неоспоримы. Вот, например, старший, Ваня, растет настоящим мужчиной. Он главный помощник и у мамы, и у сестры, и у братьев. Посуду умею мыть. За Колей слежу. Ну, вот, убираюсь. За всеми убираюсь, когда они что-то, игрушки раскидали, и сами идут и поесть, ничего не убрали. После еды я пойду и уберу все. А еще Ваня занимается в музыкальной школе. Правда, как он нам признался, занятие музыкой ему не по душе. С большим удовольствием он бы занялся борьбой. У меня вот, правда, душой хочется стать. Душа не выдерживает. Я даже в детский мир один ездили, в магазин детский мир. Там много игрушек, все для детей. Видели там мечи, пистолеты. Вот, в общем, душа не выдержала. Не знаю, когда меня отдадут туда. А вот дочка Сонечка очень любит рисовать. Она самая непоседливая из детей. И, по словам родителей, разбавляет иногда слишком спокойную атмосферу в доме. Сережа и Коля самые младшие. Сережа растет очень смышленым мальчиком. Да и Коля со своим спокойным характером радует родителей. Ну а все вместе они большая, дружная семья. Семья – это тот круг, который защитный, наверное, круг, который помогает себя чувствовать уверенно в этой жизни, где очень много всяких трудностей и испытаний. И ты всегда знаешь, что у тебя есть те, кто тебя любит, и несмотря ни на что. И это очень согревает душу. Ну и завершая сегодняшнюю программу, традиционный силовой дайджест от Глеба Галушкина. Это обзор рязанских событий, в которых, так или иначе, участвовали оперативные службы. В начале недели стало известно, что рязанским оперативникам удалось задержать двух подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. Полицейские при обыске обнаружили у злоумышленников поддельных денег на сумму почти в полмиллиона рублей. По имеющимся сведениям, один из задержанных фальшивомонетчиков оказался уроженцем Северокавказской республики, а другой – Среднеазиатской. Такая вот межнациональная солидарность. Как товарищ с тобой зовут который? Герман. А он что здесь делал? Не знаю. Ну кому он конкретно? Он же тебя попросил? Да. А в каких магазинах были? Ну в этом торговом центре были. В каком конкретно? Да я даже не знаю, что за магазин это, большой торговый центр. По оперативной информации расплачивались эти люди поддельными пятитысячными купюрами, как в крупных гипермаркетах, так и в мелких розничных сетях. Причем качество подделок, по мнению правоохранителей, было весьма высокое. Сами задержанные приехали в Рязань на машине с подмосковными номерами. Они утверждали, что кто-то их попросил разменять в нашем городе деньги. А в Рязани как оказалось? В Рязани? Да. Отправили поменять деньги. Деньги поменять отправили? Да. На этой неделе исполнилось 90 лет со дня создания службы участковых уполномоченных полиции. Во вторник на праздничном концерте полицейское начальство наградило тех сотрудников, кто в последнее время отметился своим профессионализмом и высокими служебными показателями. Впрочем, доблестно несут свою службу не только рязанские полицейские, но и рязанские пожарные. В среду в Дашковой песочне горел склад со стройматериалами. По свидетельствам очевидцев, пожар на улице Верхней начался около полудня. Прибывшие на место возгорания первые пожарные расчеты сразу присвоили ему повышенный класс опасности. Огнеборцы боролись с пламенем около получаса. Однако за это время практически все стройматериалы сгорели, сильно обуглился и металлический каркас. Площадь возгорания составила почти 300 квадратных метров. На этой неделе рязанские судебные приставы в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям рассказали о мерах по принудительному взысканию алиментов. По словам исполняющего обязанности руководителя региональной службы судебных приставов Оксаны Никоновой, эта тема является приоритетом в работе ведомства. Во вторник в Рязанском областном суде вынесли приговор двум преступникам, обвинявшимся в жестоком убийстве пожилой пары в одной из деревень Кораблинского района. Следствие установило, что злодеяние они совершили для того, чтобы продолжить свою попойку. Однако из дома пожилых людей убийцы забрали лишь два сотовых телефона и еду из холодильника. В итоге суд приговорил Николая Яблонского к 22,5 годам тюрьмы, а Александра Матюшкина к 10 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. На сегодня все. Хороших всем выходных. На следующей неделе мы будем провожать осень и начинать готовиться к предстоящему Новому году. А это увлекательное занятие, хотя и весьма, надо сказать, затратное. Удачи вам и до встречи в понедельник. Как всегда в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин